Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Сегодня неделя Жон Мироносец, и поэтому я всех сердечно наших дорогих сестер поздравляю с Всемирным Христианским Женским Днем. И понятное дело, что если это женщина, если мы вспоминаем женщину, если мы ее благословляем, если мы о ней думаем, то мы в том числе вспоминаем и об особом женском служении. Это дом, семья. Сегодня в наших гостях, сегодня в гостях у нас в студии вновь московский журналист Елена Евгеньевна Старостенкова. Здравствуйте, Елена Евгеньевна! Здравствуйте! Мы неделю назад говорили о отце, об отце Михаиле и о матушке Наталье. Мы говорили о двухтомнике, который издан вашими усилиями, усилиями в том числе многих людей, которые вам в этом помогали. И говорили о том, что это очень трепетная, живая переписка двух любящих друг друга людей, мужа и жены, отца и матери, те, которые были разлучены на долгие годы, те, кто проживал чрезвычайно сложное время у нас в стране. Это и 1917 год, это и Вторая мировая война начала, ее немецкая оккупация. И всегда мы все пристально находимся в пристальном поиске рецептов семейного счастья. Нам очень хочется запитаться от каких-то батарей, потому что иногда нам кажется, что... Ну, не секрет, что, во-первых, мы живем в то время, когда институт семьи, мягко говоря, попран. Вот, когда у нас печальная статистика разводов, печальная статистика абортов, печальная статистика в том числе каких-то нетрадиционных браков и так далее. И, ну, вот во всем этом хочется найти некий свет, луч света, который бы озарил и показал достойный пример совместного проживания. Совместного вот этого несения креста, креста семейной жизни. Я напомню, когда люди венчаются, вот, они одевают венцы не только царские, они венчаются не только на Царствие Божие, но это венцы одновременно и мученические. То есть эти венцы говорят мужу и жене, жениху и невесте о том, что они будут призваны каждый день от себя отделять что-то. Каждый день, каждую минуту, каждый час они будут призваны жертвовать собой во имя любимого. Здравствуйте, Лена Евгеньевна. Здравствуйте. Во-первых, конечно, я вас поздравляю с праздником, с православным женским днем. Желаю в первую очередь быть вам подлинной мироносицей. Ну, а теперь вот, собственно, к вашим бабушке и дедушке. Вы эти письма читали, вы эти письма издавали. Быть священника, у нас вот был замечательный такой педагог в семинарии, отец Вениамин Лабутин, он любил нам повторять, что дом у священника со стеклянными стенами. Мы постоянно за ним наблюдают, как живет священник. Ну, видимо, опять же, с той же целью, чтобы посмотреть, например, живого Евангелия. Вот как жила семья отца Михаила и матушки Натальи? Вот именно семья. То есть, что, собственно говоря, вы, как внучка, от своих дядей, тетей, от своих родителей перенимали как рецепт счастливой семейной жизни? Вот на чем зиждилась их счастливая семейная жизнь, несмотря на испытания? Хорошо. Это, конечно, такой вопрос, на который нет однозначного ответа. Я позволю себе такие вот штрихи прочертить. Во-первых, отец Михаил в письмах писал о том, что он понял, что жениться надо тогда, когда иначе поступить невозможно. То есть это вот такой нелегкий, когда нельзя по-другому, когда по-другому жизнь построить нельзя. И именно так, так и складывался его брак с Натальей Дмитриевной. Далеко не сразу было принято решение. То есть это не то, что там влюбился с первого взгляда и тут же побежал жениться. Это было очень взвешенное решение с пониманием всех сложностей возможной будущей жизни и готовностью все эти сложности преодолеть. Интересно, есть письма, где дедушка с бабушкой рассуждают о влюбленности, вот о том, ну, то есть они поженились тогда, когда они считали себя уже людьми немолодыми. Значит, что вот мы уже немолоды, и вот какие-то тут мы все из себя влюбленные. И вот как же это, как-то это вот не соотносится с нашим возрастом. Бабушке было 28 лет, она уже считала себя немолодой. Вот, соответственно, дедушке было уже больше 30. И они рассказывали друг другу тогда еще в письмах, это было до того, как они венчались. То есть вот эта переписка, которая относится к тому периоду, когда они приняли решение о том, что они станут мужем и женой. Но еще до венчания вот они рассуждали о том, что будет с их любовью. И признавались друг другу, что оба готовы к тому, чтобы трудиться во имя этой любви и сделать ее неугасимой. У обоих было понимание, что это требует труда, труда душевного и высокой открытости друг к другу. Потому что только так можно действительно, как они считали, потому что только так, как они считали, действительно можно понять, что происходит в другом человеке, помочь ему и найти общий путь. Сказать, что сразу у них все замечательно получилось, было бы сказать совершеннейшей неправдой. И в письмах тоже это все прослеживается. Бабушка признавалась, что первые три года семейной жизни это было очень тяжело, что характеры у них оказались очень разные. Приноравливаться друг другу было очень тяжело. К тому же долгое время не было детей. И как ни странно, в их жизни большую такую позитивную роль сыграла тюрьма. В 21-м году в тюремном заключении оказалась Наталья Дмитриевна, в 25-м в тюрьме окажется отец Михаил. И у того и другого тюрьма связана со знаменательными встречами. Каждый из них в разные годы, но все в той же бутырской тюрьме, встретился с епископом Германом Ряшинцевым, который оказал необыкновенное влияние на всю эту семейную пару. Потом они встретятся с отцом Михаилом в ссылке в Турткуле. Вот после этого, начиная с этого момента, Наталья Дмитриевна признается в том, что она счастлива в браке. И, видимо, чему-то владыка Герман ее научил. И один за другим начинают рождаться дети. И вот удивительно, что в ее письмах практически никогда нет сетований по поводу бытовых тягот, связанных с рождением детей. Все, что связано с детьми, это рождение, с их рождением и с их воспитанием. Это все труд, который и она, и отец Михаил благословляют и считают, что дети — это прежде всего Божье благословение, это благословение их браку, а ни в коем случае не тягость. Интересно, что самые такие возвышенные письма друг другу о любви супруги пишут примерно через 10 лет после своей свадьбы. То есть примерно тогда, когда у нас уже начинают разводиться. Очень трогательное письмо, которое отец Михаил отправляет из Турткуля жене, которая возвращается после свидания с ним в Турткуле домой, возвращается беременная. И понятно, что в семье будет четвертый ребенок. И вот такое благословляющее письмо ссыльного священника своей жене, который радуется тому, что еще раз родится ребенок в семье, и тому, что матушка готова нести эти тяготы. Почему все то, что происходило с ними, воспринималось, то, что происходило с отцом Михаилом и с Натальей Дмитриевной, воспринималось как радость, а не как тягость? Наверное, потому что каждый из них глубоко верил в благодатность божественного промысла. Вот это вот главное, о чем они говорят друг другу в письмах, что если во всем положиться на божий промысел, то ничего, кроме благодати, из этого не получится. Все будет хорошо, приговаривала Наталья Дмитриевна. Она была неутомима в трудах, и главное, что она была в трудах радостна. Вообще, вот как вам кажется, и, может быть, в переписке, я просто еще и в полной мере не прочел, не погрузился в нее, вот столкнувшись с тюрьмой, столкнувшись с ссылками, они вообще размышляют о том, что семье необходимы вот такие трудности. Потому что ведь, вот то, о чем я уже сказал, у нас очень изнеженное современное общество, и, в принципе, у нас молодые люди друг друга подбирают по принципу, что должно быть комфортно, радостно. Как только радость и комфорт, или, говоря на языке сленга молодежного, кайф кончается, вот, то и разводы, в общем-то, случаются. Именно по этой причине. Когда люди сталкиваются, что другой человек, именно другой, что он не похож, с каким-то своим характером, своим мировоззрением. Как только сталкивается семья с какими-то бытовыми вот неурядицами, проблемами и так далее. Вообще, вот, нужно ли от них бегать? Или, наоборот, за них каким-то образом нужно благодарить? Вот как вот в данном случае, вот, за тюрьму благодарили, даваясь человек. Да. Ну, просто вот как ваше мнение, может быть, что-то. Да, да, да. Я, наверное, я, конечно, воздержусь от высказывания своего собственного мнения. В данном случае мнение дедушки и бабушки гораздо важнее и интереснее. я не думаю, что бабушка с дедушкой стремились специально создавать себе какие-то трудности. для них важнее было другое. Они рассматривали разность своих характеров как тот потенциал развития для партнера. То есть то, что ты другой, то, что ты разный, это означает отличающийся от меня. Это означает то, что ты видишь все немножечко по-другому и что ты можешь мне помочь стать другой. И стать другой, это означало стать ближе к Богу. Они исповедовались друг другу в гельхах, они помогали друг другу преодолевать душевные трудности. И в этом главный залог их дружного такого союза, такого благополучного союза. С этой точки зрения вот для них бытовые неудобства не представляли просто никакого значения. Но надо сказать, что они вот это вот искушение комфортом и комфортной такой жизнью, они прошли в молодости, каждый в своей семье. И сделали свой выбор. Поэтому, наверное, просто правильно человеку понимать, чего он хочет. И если действительно человек только и ищет в жизни, что только кайф, то вряд ли он достигнет какого-то счастья в семейной жизни. Можно я вас попрошу рассказать вот ту историю, которую вы рассказывали на Благословенной Самаре про лошадь? А, правильно. Да, потому что это очень показательно, мне кажется, крайне важно для того, чтобы услышали это и наши телезрители. Да. Ну, это действительно небольшая такая бытовая зарисовка, которая много раз пересказывалась в нашей семье и передается, так сказать, из поколения в поколение, как определенный такой вот бабушкин завет. Это история, эта ситуация, эта история случилась в Малой Ярославце после оккупации. Понятно, когда город был освобожден от немцев, и понятно, что сразу там благополучие не расцвело. Потому что первые годы после освобождения Малой Ярославцы жизнь там была очень тяжелая и, прежде всего, очень голодная. Спасало население Малой Ярославцы то, что в ходе боев за Малой Ярославец достаточно большое количество лошадей погибло вокруг города. А морозы были страшные в 1941 году, так что это лошадиное мясо оказалось просто хорошо замороженным на полях, на подступах к городу. Тем не менее, добираться в эти поля и морозы с тужи было очень непросто. Дети Натальи Дмитриевны, как правило, это были Лиза и Дима, отправлялись с саночками и с пилой, чтобы распиливать, отпиливать какие-то части от этих лошадиных тушек. И привозили это в Малой Ярославец, привозили это домой. Когда они привозили с трудом добытое пропитание в какие-то моменты жизни, только этим лошадиным мясом вообще население Малой Ярославцы спасалось, Наталья Дмитриевна начинала добытое таким образом пропитание делить. И обязательно часть отдавалась соседям, и какая-то часть однажды была отдана просто проходившей рядом старушке, которая увидела, что есть какое-то пропитание, и попросила, сказала, что она несколько дней уже не ела, и попросила дать ей тоже кусочек. Наталья Дмитриевна не долго думая, тут же отрезала кусок и отдала. Дети посмотрели на нее осуждающим, что им это, в общем, тяжело доставалось. Наталья Дмитриевна очень возмутилась и сказала, никогда не знала, что у меня такие жадные дети. Вот жадность в семье считается пороком до сих пор, вот несмотря на то, что времена очень здорово изменились. Мы считаем очень правильным и очень важным делиться с окружающими всем, чем мы можем поделиться, и в том числе и тем, что, наверное, нам самим тоже необходимо. В этом смысле это замечательная иллюстрация еще одной молитвы во время Таинства Венчания, когда священник молится над женихом и невестой, и он говорит, «Исполни дом их пшеницы, вина и эле, и пусть от избытка преподают и требующим». То есть вот на самом деле важно же понимать, для чего семья создается, чтобы в ней был тот избыток, которым можно было бы делиться. То есть на самом деле, когда сосуд твоего сердца наполнен всклянь любовью, она начинает уже произливаться за края, и от этой любви, собственно, питаются и дети, и внуки, и люди окружающие, и соседи, и просто проходящий мимо человек голодный. Потрясающая иллюстрация вот этих венчальных молитв. Давайте вернемся к отцу Михаилу и к матушке Наталье. Вы сказали, что первые три года давались тяжело. Помимо тюрьмы, в которую они попали, и в которой, собственно говоря, что-то поменялось, как еще преодолевались какие-то конфликты, и как достигалось взаимопонимание? Потому что ведь тоже у нас не секрет, что семьи проходят определенные кризисы, и очень часто, собственно, из этих кризисов все выходят израненными. И мужья, и жены, и дети. Вот прочитав эту книгу, может быть, какие-то есть рецепты, как достичь взаимопонимания, как обрести вот эту цельность семьи? Я думаю, что такого вот универсального рецепта здесь, наверное, нет. Хотя я не исключаю того, что внимательный читатель найдет что-то потребное именно его душе и именно его ситуации. Что касается дедушки и бабушки, то, наверное, здесь немножко нужно рассказать, ну, о том, что передается, так сказать, из уст в уста, да, но, как всегда в живой жизни, мы же спрашивали наших старших, а бабушка с дедушкой ругались. Что так, никогда и не ругались? Ответ, ну, мы спрашивали, естественно, я там спрашивала и маму, и тетку, и дядю. Ну, ответ такой, нет, они не ругались. Но вот самое страшное, что между ними могло происходить, это когда они переставали друг с другом разговаривать. Вот если они не могли договориться, они отдалялись друг от друга на какое-то время и там старались даже не разговаривать. Какое-то, через какое-то время, так сказать, видимо, самый накал страстей проходил, и возникала ситуация, когда один шел за другим и говорил, вот, мне надо с тобой поговорить. И так вот, собственно говоря, первый период, вот, первый период семейной жизни, он состоял из таких вот молчаний и разговоров, молчаний и разговоров. Но при этом надо понимать, что у них было чувство, что они друг другу даны навсегда, и что нет такой вот, что нет возможности разругаться, ну, нет, не то, что возможности, нет никакого желания разругаться и остаться, то есть расстаться. Вот. Что они обречены на то, чтобы договориться. Это, на самом деле, очень важная, важная такая позиция. Если ты понимаешь, что надо договориться, если ты ищешь пути, если ты ищешь пути для того, чтобы решить проблему, а не раздуваешь проблему, да, для того, чтобы в конечном итоге разрушить свой брак. Вот они были настроены на то, чтобы все преодолеть. И они смогли это все преодолеть, при том, что характеры очень разные. И даже в том последнем письме, которое Наталья Дмитриевна пишет мужу в 42-м году, в этом предсмертном письме, она опять вспоминает о том, какой у нее зловредный характер, и как ее зловредный характер не похож на характер мужа, да, который был более открытым человеком. Вот. И при всей вот этой вот разности характеров, которая так и сохранилась, они же не стали, так сказать, двойниками друг друга, они так и остались, в общем, разными людьми. Но вот эта разность не помешала им чувствовать глубокую душевную связанность и общность жизненных целей и жизненных интересов. вот может быть именно в этой, в этом понимании общности жизненных интересов, которые не привязаны к сиюминутному. То есть это может быть богатство, а может быть нищета. Но в целом интересы все равно общие. Вот мне кажется, что это один из таких возможных секретов семейного счастья. Вот я считаю, что заради одной этой фразы нам надо было сегодня встретиться, вот заради вот этого одного единственного важного, важнейшего рецепта счастливого семейного общежития, что мы обречены договариваться. Это потрясающе. Потому что действительно, ну я уже это и сегодня в том числе отметил, у нас не разговаривают люди. Но они не разговаривают во всех сферах, на всех уровнях. Они не считают, что они обречены договариваться, что проще оттолкнуться друг от друга, расстаться, разбежаться. Это удивительная эпоха клонирования друг друга. Вот мы хотим клонировать себя и хотим, чтобы моя вторая половинка была мной в своих суждениях, молчала, когда я говорю, говорил, когда я ее об этом прошу, говорил только то, что я хочу, чтобы что-то слышать и так далее. Удивительно, удивительно. По-моему, вот сегодня мы точно один из рецептов важнейших возлюбленных во Христе, о важнейших рецептах мы обозначили. Жить в семье нужно так, чтобы принципом этой жизни была фраза «Мы обречены договариваться». Обречены. Совсем немного времени у нас остается, вот буквально минута. Мне бы очень хотелось, чтобы, ну, прям вкратце, опять же, крупными мазками, о воспитании детей. Когда жена остается одна, когда она мать многодетного семейства, когда она занята вопросами выживания 24 часа в сутки, какая в памяти сохранилась матушка Наталья в этот момент? Она унылая, она угрюмая, она все время плачет. Или какая? Ну, в памяти ее детей она осталась неунывающей и бесстрашной. Письма, на самом деле, свидетельствуют о том, что она пережила тяжелый период уныния после ареста мужа и что примерно год после его ареста и исчезновения, что самое главное – исчезновение. Аресты были уже более-менее привычны, а так что вот человек ушел никуда, и нет ни писем, ни информации о том, что с ним случилось, где его искать. Вот это вот, как она пишет, когда я поняла, что не будет ни свидания, ни писем, я слегла. Вот потеря связи с мужем оказалась для нее драматичной. Тем не менее, дети ничего этого не заметили. То есть в их воспоминаниях ничего подобного не было. Они говорят, что мама никогда не унывала и всегда верила в лучшее. Что касается воспитания детей, то у Натальи Дмитриевны были достаточно строгие правила. И честно говоря, такой достаточно строгий распорядок дня для детей, наверное, иначе в семье многодетной просто невозможно. И главное требование состояло в том, чтобы день начинался с молитвы, что исполнение молитвенных правил не может быть отменено ничем, кроме тяжелой болезни, никакими делами. Это не может быть отменено. И выполнение тех правил, которые связаны с уважением ко Христу, точно так же неукоснительно должно соблюдаться. Дети не могли посещать кинотеатр, который был устроен в бывшем храме. Это было категорически невозможно. В остальном, наверное, воспитание было таким же, как у всех. Спасибо, Елена Евгеньевна. С вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Сестер я еще раз отдельно поздравляю с праздником Жон Мироносец. Берите примеры с настоящих светочей. Храни всех вас Господь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»